Всем привет! Это подкаст о кино Раскадровка, наш предпасхальный выпуск, который выходит на Страстной неделе. Меня зовут Людмила, напротив меня Алексей. Да, всем привет! Сегодня мы поговорим об одном человеке, не то чтобы даже о фильме, о нём, а скорее о нём самом. У нас уже есть архивный разговор на эту тему большой, мы тоже его включим в передачу, но сейчас сделаем подводку к этому фильму, речь идёт о Фредди Роджерсе и документальном фильме о нём «Будешь моим соседом». Первый пункт такой – инъекция добра. И вот это до сих пор для меня краткое описание как самого этого фильма «Want you be my neighbor? Будешь ли моим соседом?» и личности самого Фредда Роджерса, человека, который многие годы на американском телевидении вёл очень нетипичную передачу для детей. Ну, нетипичную, потому что он вообще пресвитерианский служитель, служитель одной из протестантских церквей, который свою жизнь посвятил именно того, чтобы разговаривать с детьми и говорить им о том, что они любимы и приняты. И вот эта его фраза, собственно говоря, которую он произносил много раз «люблю тебя таким, каков ты есть», он попытался её не просто произнести, а перевести её на язык телевидения. Многие считали, что эта задача нереализуема. Конечно, в полной мере, наверное, нет, но до сих пор я после того, как посмотрел этот фильм, слушал подкасты, читал статьи современных американцев, которые выросли на этих передачах, и они до сих пор, вот эти взрослые уже мужчины и женщины, когда чувствуют себя уязвимо, когда чувствуют себя плохо, они обращаются к этим передачам, к их выпускам, они их пересматривают. Именно этот выпуск попал на предпасхальную неделю почти случайно, но в данном случае, я думаю, что это очень хорошее попадание, потому что смысл, собственно говоря, евангельской вести в том, что Бог нас принимает такими, какими мы есть. Его любовь, она обращена к нам до того, как мы что-то там можем сделать плохое или хорошее, и нам нужно принять это, ещё раз повторюсь, в пасхальную неделю это самое оно. Можно, подражая примеру самого Фреда Роджерса, найти для себя тоже точку опоры в словах Евангелия о том, что мы любимые приняты. Поговорим мы сегодня о Фреде Роджерсе, знаменитом детском телеведущем США, который с 68-го, по-моему, по 2001 год вёл передачу «Соседство мистера Роджерса». Я даже, и вот мне кажется, трудно с чем-то сравнить даже в России, несмотря на то, что у нас тоже были очень интересные, увлекательные детские проекты. Нет, ну почему со «Спокойной ночи малыши» запросто можно сравнить? Я думаю, что всё-таки по масштабности… Нет, ну понятно, что… Ну, чтобы хоть было понятно немножко, да, что это примерно… Да, да. Можно по аналогии привезти «Спокойной ночи малыши», тем более, что Фред Роджерс приезжал именно с покушки в наше в 88-м году, посетил Россию, поучаствовал в «Спокойной ночи малыши», а потом Степашка и, по-моему, тётя Таня ездили в Америку, чтобы поучаствовать в программе Фреда Роджерса. Поэтому… Да, да. И этот документальный фильм подогрел почву для художественного фильма, для игрового фильма, где… И для подкастов на эту тему, и для всяких публикаций. Я послушал целый подкаст, серия подкастов на английском языке, посвящённых Фреду Роджерсу, где взрослые, половозревые люди, там, ну вот, младше меня, моего примерно возраста, рассказывают различные умилительные истории, как Фред Роджерс, как его передача, изменила их жизнь к лучшему. Ну, конечно, «Спокойной ночи малыши», наверное, сложно представить в такой роли. Ну, помимо ностальгических и милых воспоминаний о том, что как мы смотрели, заворожённо смотрели мультики, ну, наверное, какие-то воспитательные и моральные моменты сложно представить в «Спокойной ночи малыши», хотя… А не просто, понимаешь, здесь ведь дело не в том… Нет, дело не просто в воспитании и морали. Именно в воспитании таком «У-у-у, там, детки, там, воровать нехорошо, нужно честно работать и так далее, вот всякие такие вещи, там, нужно, там, Хрюша, не обижай Степашу». Нет, не об этом. Здесь более фундаментально, то есть, понимаете, детская передача, в которой были размышления о смерти, он говорил о разводах. Убийстве Джона Кеннеди. Убийстве Джона Кеннеди. То есть, он говорил обо всех вот тех вещах, которые он сам видел, о которых люди переживали, о которых дети видели по телевизору и спрашивали своих родителей, вот обо всех этих вещах, которые, ну, кажется, ну, никак не подходят для милой детской передачи. Обычно ведь какое-то, что детская передача, она должна просто развлекать и убаюкивать. Ну, таким с лёгким морализаторским аспектом. Нет, а у него именно фишка не в том, что он был морализатором, да, а в том, что он действительно был таким человеком для детей. Вообще, он по образованию, он пастор. Он рукоположенный служитель Пресвитерианской церкви. Вот одна из протестантских таких крупных геноменаций в США. То есть, он вообще, его основное первое призвание – это призвание пастора. И, в принципе, оно, наверное, повлияло на то, как он… Вообще, он так себя и видел. Он видел себя таким пастором для детишек. В принципе, он телевидение уже увидел во взрослом возрасте. И когда он его увидел, его… Было две мысли. Во-первых, какая-то замечательная возможность, потому что столько людей, столько детишек одновременно смотрят эту передачу. А с другой стороны, сколько там возмутительных, вот неправильных вещей. Как кто-то про него сказал. Для человека, который работает на телевидении, он слишком подозрительно, не очень доброжелательно к телевидению как к феномену относился. То есть он видел как-нибудь… Забавно, что эта история пересказывается про то, как он увидел телевидение, про то, как понял, что это мощнейший способ разговаривать с людьми, но при этом не о том говорят. Много какой-то быстроты, много агрессии, смеха и все такое. Казалось бы, как будто бы он увидел там кадры войны или новости какие-нибудь, нагнетения, или какую-нибудь политическую программу, совершенно неприличную, где все орут, которых хватает. Нет, он на самом деле увидел какую-то комедию, где шоу, где люди из них скетч, где просто бросались тортами. Да, где смеялись над падающими людьми. Ужас. И он подумал, да, какой кошмар. С этим надо бороться. Я встретила тоже одно очень забавное выражение о том, что вот его шоу, вот это детское шоу, которое он вел, есть такое выражение о том, что возьмите самое успешное шоу на телевидении и сделайте все наоборот. И вы получите шоу Фреда Роджерса. Очень медленное в эпоху клипового мышления. Неторопливое. Я его особенно люблю. Да. Много каких-то пауз. Очень наивное. Оно не менялось. Просто еще раз. То есть вот телевидение, да, представляете, идет все детская передача, и там они говорят, а давайте посмотрим, да, или послушаем, сколько длится минута. Включает таймер, и минуту сидят в тишине, в детской телепередаче. И тем не менее он обрел среди детишек, которые его смотрели, тут огромную благодарную аудиторию. Да, это очень интересно. Это очень интересный феномен. То есть это пример человека, который все делал не так, как советуют умные специалисты по телевидеопродукции, и тем не менее сумел завоевать сердца целых поколений детишек. Если смотришь документальный фильм, он разговаривает с детьми, не присаживаясь. Да, вот буквально опускаясь на их уровень. И вот мне кажется, что, знаешь, многие передачи, он именно делал передачу свою для детей. Она для них сделана. Она сделана так, чтобы им было интересно. Вот это, мне кажется, какое-то ощущение, какой-то энтузиазм. Он сумел его сохранить на протяжении нескольких лет, и это чувствовалось. Потому что многие же говорят, что дети одни из самых в этом смысле сложных. Одна из самых сложных аудиторий, потому что они чувствуют фальшь и не пытаются быть вежливыми, когда они ее чувствуют. А ему удавалось, тем не менее, убеждать несколько поколений американских детей в том, что он действительно их слушает, потому что действительно они ему интересны. И это было, пожалуй, что-то такое невероятное. До сих пор смотрится как чудо. Для меня это было таким своеобразным откровением. Еще один, мне кажется, интересный момент, который был в его передачах. он, если угодно, пришел туда, я не знаю, как это сказать, то есть со своими детскими травмами. То есть он, не в смысле, что он их вылил на детей, но в смысле свой опыт каких-то детских болезненных переживаний, он сумел сделать инструментом помощи тем детям, с которыми он разговаривал. Ну, например, в детстве он был толстым, его, видимо, дразнили. Да, и одна из таких интересных особенностей, потом уже, будучи взрослым человеком, там, ты помнишь, да, фотографии его, когда он был ребенком? Да, да. Он действительно такой был, такой кругленький, такой полненький, а так он всю жизнь весил, всю оставшуюся жизнь, 143 фунта. Это примерно 63 килограмма, по-моему, 62-63 килограмма, могу ошибаться. Вот, ему казалось, он видел в этом символизм, потому что он видел в этом такой нумерологический знак, то есть 1, 4, 3. I, 1, love, 4, you, 3. Вот он видел в этом такое признание в любви к к остальным людям, да, что даже его вес, это такой вот его кредо. Мне кажется, одна из тоже интересных его особенностей, которая является причиной того, что он стал таким значимым феноменом на американском телевидении, это вера в то, что он делал. У него было ощущение миссии. Он совершенно точно не просто там зарабатывал деньги, он совершенно точно не пытался просто, ну, не знаю, стать звездой. Кстати, вот звездная болезнь, похоже, ну, как-то он, многие говорят, признают, что сумел ее избежать. Да, сумел остаться очень таким, ну, цельным человеком. И во всех интересно, что, конечно, он стал такой нарицательной фигурой типа Санта-Клауса. Иногда, когда я вот стал теперь обращать внимание в некоторых выступлениях там американцев, когда они пытаются изобразить, ну, точнее, говорят о каком-то человеке, что он вот такой совершенно там, не знаю, плюшевый, доброжелательный, там, без всяких нюансов, Гэрис Туоттон, типа, как мистер Роджерс, да, то есть, как Санта-Клаус, как добрый волшебник, такое, что-то такое плюшевое, радостное, там, бесконфликтное. Но в действительности, в действительности, конечно, Фредер Роджерс, он был достаточно объемной фигурой, и он признавал, кстати, вот это тоже подкупающая вещь. Когда его спрашивали в интервью, там, о том, как у него с детьми, еще что-то, ну, казалось бы, вот человек, который учит всеамериканский папа, вот, является ли он сам хорошим отцом? Я бы тоже хотел задать этот вопрос, выискался какой-то, да, добренький, вот, любит он всех, прощает, да, ты давай-ка сам расскажи. И он достаточно честно признавал какие-то собственные сложности, да, что его детям было сложно, ему было больно от того, что им сложно, ну, и в части из-за его статуса, из-за того, ну, просто потому, что они живые дети, а он живой отец, ну, и так далее. Да, и вот, это, мне кажется, очень подкупающие вещи, да, у людей, когда они готовы признавать свои ошибки. Еще раз повторю, да, мне кажется, что, конечно, и то, что в нем поражает, он действительно был человек миссии, да, он, опять, его бэкграунд для, может быть, российского зрителя, это вещи такие, не вполне понятные. Это нужно понять, это проповедник, это человек, который закончил семинарию, да, он, выбирая между карьерой церковного проповедника и телевидением, он решил, что телевидение нужнее. И он действительно это ощущал как миссию, сказать всем детям, что они любимы, что они любимы, такие, какие они есть. Он еще какую-то более понятную мысль вкладывал в людей, да, что тем, кем мы стали, это то, что кто-то вкладывал на свою любовь. Ну, то есть, он подчеркивал, что... Родители, да, то есть, вот заменит эпизод на премии Эмми, где он заставил все разряженные зал из топовых звезд замолчать, сказать, я засекаю 10 секунд, по-моему, да, что вы сейчас подумайте о тех людях, которые, благодаря которым вы стали, кто вы есть, да, о своих родителях или о каких-то других людях. Я засекаю, я вам помогу, я сейчас засекаю время. Да, и это удивительный просто момент, когда вот здесь время Эми, здесь чествует тех, кто действительно доказал, заслужил и сделал, и тут фокус переключается со своих достижений на кто-то, кто вкладывал в тебя, да, кто тебя любил, когда ты еще не был топовой звездой и так далее. Это такое переключение, ну, удивительное просто. Это место было подобрано идеально для послания взрослым людям, которые это послание услышали. Редактор субтитров А.Семкин